Приветствую вас. На самом деле у нас есть два варианта развития событий, которые мне лично видятся. В данном случае, в вашем случае, первый вариант это, что вы будете работать, в том числе вместе с психологом, вы будете работать только на предмет профессиональной реализации. Вот. То есть вы будете анализировать, смотреть, почему вас, значит, не принимают на работу, почему вас не берут. Вот. И вам нужно будет проанализировать, ну, как бы всю свою деловую историю, весь свой профессиональный путь. Вот. Вот. Потому что совершенно очевидно, да, что что-то здесь вы делаете не так. Либо вы, значит, признаете, что проблема не только в работе и не столько в работе, а сколько в том, как вы выстраиваете отношения с людьми. Вот. И, в частности, с мужчинами. И, в частности, значит, ну, с теми мужчинами, которые вам нравятся. Что вытекают из своего отношения к себе, из вашего отношения к себе. Потому что, когда вы говорите, что, к примеру, на мужчин идет охота, вы воспринимаете мужчин как некий предмет, значит, приз и так далее. А этим вы почти всегда обесцениваете человека. А, значит, себя. Вот. И вот, собственно, два таких пути, да, перед вами стоят. В зависимости от того, с чем вы хотите разбираться, да, и нужно будет выстраивать вашу работу. То есть, если говорить конкретно про профессиональный путь, то здесь необходимо, конечно, больше информации. Какое у вас отношение к работе, как вы себя репрезентуете, в каком порядке вы представляетесь работодателю. Вот. И так далее. То есть, это все, как бы, ну, нужно разобрать. Потому что, для ответа, да, вот, именно для ответа, на ваш вопрос по работе, очень мало материала для анализа. Значит, а, дальше, на последнем месте вы пишите, я проработала три месяца, но та декретница, которую замещала я, решила выйти раньше срока. То есть, вы пришли на замещаемую должность и не договорились о том, что вы будете делать дальше. По образованию я бактериолог и работал в одной из лабораторий при крупном стационаре. До этого месяца два года в другой лаборатории. Тогда был конфликт с начальницей, и не устраивало мое образование. Так, конфликт с начальницей. Давайте, разберем этот конфликт. Потому что, в конфликте участвуют двое, и вы в том числе. А, если бы начальница сразу не устраивала ваше образование, она бы, наверное, вас бы и не взяла. То есть, вы, у вас изначально не было бы шансов на то, чтобы, ну, работать на этом месте. А раз вы работали два года, значит, тут явно что-то не так. Тут явно дело не в образовании, а в чем-то еще. Потому что образование это, ну, четко. Есть? Нет. Устраивает? Не устраивает. Все. Дальше. Вот уже почти второй месяц, безуспешно пытаюсь куда-то устроиться. Вакансий по моей узкой специальности очень мало. Я уже рассылал резюме, но все глухо. А вам самая специальность ваша как вообще нравится? То есть, вот вы сами к своей специальности, к своей сфере работы, как относитесь? Вас это устраивает? Вас это привлекает? Вас это развивает? Вы чувствуете подъем, когда работаете на процессе, что вы бактериолог, это действительно такая узкая профессия. Как вы ее выбрали? Как вы к ней пришли к тому, чтобы заниматься именно этим? Дальше. Обещают перезвонить и не перезванивают. Ну, здесь, опять же, множество факторов, на мой взгляд. То, что если, я не знаю, где вы живете, но если вы живете в России, то, наверное, знаете, что в России сейчас не самые лучшие времена, да? В том смысле, что, ну, негативные есть тенденции, вот. Вот. И, как бы, возможно, именно поэтому вам сложно найти работу. Самая совокупность факторов, там, падение российской валюты, кризис, внешние ограничения, вот. Так что, негативные ожидания, там, от будущего. Ну, короче, очень много всяких факторов, ага, которые могут сводить на нет, вот, то, что, как бы, вы хотите сделать. Это не обязательно все дело вас. Дальше. Стал рассматривать работу не по специальности, медицинским регистраторам, администраторам. Приходи на собеседование и слышать ранний вопрос, но вам не обидно, что ваш диплом пропадает. Эээ, опять же, опять же, у меня возникает вопрос к вам, который вам, ну, скорее всего, не понравится. Эээ, но, тем не менее, да, да. Эээ, вопрос к вам такой, а как вы думаете, эээ, почему люди вам задают такой вопрос? То есть, как бы, эээ, вот, почему люди позволяют себе, именно позволяют себе, себе, а, задавать вам такой вопрос? И, наверное, самое главное, как вы отвечаете на него? Ну, потому что, ну, я могу, в общем, в общем-то, предположить, что человеку, эээ, странно, странно видеть, эээ, допустим, бактериолога, да, который, ээээ, который, ээээ, значит, ээээ, там, ищет работу по другой специальности. Это подозрительно. И очень важно, как вы, эээ, как вы, эээ, отвечаете на этот вопрос, ээээ, сами, что вы говорите. Дальше, когда мы все-таки поговорим, и потенциальные руководители вроде понимают, что я подхожу на должность того же регистратора, он сообщает мне, что перезвонить, так как на это место уже выстрелась очередь из соискателей. Это происходит каждый раз. Угу. Опять же повторяю, что, вот, вы, у вас ведь нет опыта, эээ, в работе, эээ, регистратора или администратора, у вас нет опыта. Может быть, поэтому там есть другие люди, которые, эээ, более опытные в этом смысле. То есть, понимаете, эээ, варианты у вас какие, вот, как это видится мне, да, пока что. Либо вы ищете, ээээ, работу по специальности, на ту должность, которую вы замечали. Но, в долгосрочной перспективе, либо вы ищете работу не по специальности, но, по сути, начиная с самых низов. То есть, вы не можете устроиться сразу администратора, нам нужно пройти путь, там, я, ну, я не очень знаю, когда, как это работает, да, в медицинской сфере. Но, может быть, помощникам администратора, может быть, там, еще кто-то, еще кто-то. Они более опытные, опытные, чем вы, и, соответственно, брать их более оптимально, чем брать вам. То есть, грубо говоря, грубо говоря, вам нужно ответить себе на вопрос, почему на эту должность, вот, которую я, допустим, ну, хочу взять, да. Почему на эту должность, а должны взять именно меня. Вот, 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 вам нужно на этот вопрос ответить. Почему на эту должность, должны взять именно меня. Дальше, у меня такие мысли, что, если я даже приду устраиваться дворником или уборщицей, мне скажут, иди работай по специальности, при том, что вакансий нет. Ну, это, опять же, говорит только о том, что вы себя не можете поставить так и так, чтобы вам не указывали. Так, или на ваше место очередь из претендентов. Ну, опять же, нужно выделить из этих претендентов, показать, что, вот, именно вы принесете компании, у которой вы устраиваетесь наибольшую прибыль. То есть, почему, вот, 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 вы приходите ко мне, да, почему я должен брать на работу именно вас. Работа мне нужна, да как мне уже 31 год, разведена, детей нет, живу одна и помощи ждет неоткуда. Ну, мне кажется, что отчетствие в этом дело, что вы ведете себя как жертва, хотя я могу ошибаться, конечно, но, очень похоже на это, вы ведете себя как жертва. И работа для вас это, знаете, как спасительный круг, за который вы цепляетесь. И в этом есть некая такая, знаете, жертва, на которую руководители, они видят, если это опытный руководитель, они видят, что у вас именно жертва. То есть, может быть, вы надломлены, может быть, у вас кризис, то есть, это чувствуется, и поэтому, возможно, вас не хотят брать на работу. Потому что, знаете, то, что матрица один год, и вы разведены, но это, как минимум, говорит о проблемах в личной жизни. И о том же, что личную жизнь вы выстраиваете как-то деструктивно. Вот. И, соответственно, это, может быть, с этого нужно начать. Может быть, нужно параллельно работать в обоих направлениях. Может быть, имеет смысл, сперва, решить профессиональную сферу, чтобы вам было на что жить, если у вас нет экспертного дохода, как вы говорите. Потом уже все остальное. Вот. Вы говорите, что помощи ждать неоткуда. А с чего вы вообще решили, что вам должна быть помощь? То есть, вот это то, что наталкивает на мысли о вашей жертвенной позиции, что в глубине души вы ожидаете и хотите помощи. И вы, и, 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 вероятно, вероятно, если бы был мужчина, вот, хороший мужчина, что вы бы не работали. А значит, работа вам самой по себе не нужна самой. За мою почти десятилетнюю трудовую деятельность у меня 9 записей в трудовой, 4 из которых были временными. Просто жила в маленьком городе, где сработает плохо. Нет. Нет. Вас не видели ценного сотрудника. Почему-то. И вы не развивали. То есть, вот вы говорите, что я работал по образованию, я бактериолог. Ну, и вот вы работали, да? И вы развивались в своей работе? Вы двигались в своей работе? Вы становились профессионалом экстра-класса в своей работе? По моим ощущениям, нет. По моим ощущениям, вы просто работали, и все. И, вероятно, это сыграло с вами злую щитку. А вот работа должна развиваться человек. Человек должен к чему-то стремиться. Вот. А если у вас были вот примерно такие же элементы латентно-негативного настроя, как это сейчас у вас чувствуется в сексе, то, ну, опять же, лично я не удивлен тому, что вас не хотели брать. То есть, и у вас не получается сработать. Далее. Переехала в крупный мегаполис вместе с бывшим. Купила тут комнату. Думала, конкуренция здесь меньше. А почему вы считаете, что в крупном мегаполисе, где больше людей, меньше конкуренции? Или вы исключительно про свою специальность? Я всегда думал, что там, где меньше город, там меньше конкуренции. В силу того, что, ну, как бы, людей меньше. И специалистов, особенно таких узких, редких, как вы, ну, найти достаточно сложно. Заменить. То есть, заменить человека легче в крупном мегаполисе. То есть, где ход ваших мыслей не ясен. Вот. Так, даже если не найду работу по специальности, то не будут привязываться к диплому и возьмут. А что значит, если не найду работу по специальности, то не будут привязываться к диплому? То есть, вы имеете в виду привязываться к нам? Говорят, что мне обидно, что диплом пропадает? Вы это имеете в виду? Это опять же, это все зависит от того, как вы себя поставили. Дальше. Как предстать себя держать тревожными мыслями? Тревожными мыслями по поводу чего? То есть, ну, тревога, она должна быть всегда по поводу чего-то. То есть, если вы не можете, например, работать, если вы не можете работать, то есть, если вы хотите работать, но вы не можете работать. Это не тревожная мысль. Это невозможно заниматься любимым делом. Только я не уверен, что у вас именно такая проблема. Проблема невозможно заниматься любимым делом. Я думаю, что проблема у вас несколько другая. Вот. Знаете, какая штука? То есть, тревога к работе вообще не имеет ничего общего. И нужно вам не перестать себя тревожными мыслями практически. То есть, перестать это значит подавить, заглушить, убежать. Сделать вид, что этого нет. А наоборот, нужно тревогу раскрыть, что действительно вас волнует, что на самом деле вас волнует, что действительно требует вашего внимания, чем и является тревога. Тревога – это подсказка вашего подсознания о том, на что вам нужно обратить внимание. Это категорически избегать. Что наводит меня на мысль о избегании вами своих чувств. Пусть вы не владеете со своими чувствами. Дальше. Советовать мне найти мужа не вариант, так как в моем возрасте это сложно. Нет, в вашем возрасте это не сложно. Опять же, если у вас есть яркая женская модель поведения. Если вы уверены в себе, если вы хорошо себя цените, это не проблема – найти мужа. Другое дело, что найти мужа, чтобы решить материальную проблему – это не вариант. Потому что мужчина – муж не спонсор, муж – партнер. И к работе это отношения, опять же, никакого не имеет. Смотрите. Вы пишете – найти мужа. То есть, если вы найдете мужа, работать как бы не нужно. Возникает вопрос – а что же для вас значит работа? Что же для вас значит мужчина? И заметьте, вы говорите – найти мужа. То есть, не встретить мужчину и полюбить его, например, а найти мужа. То есть, как найти предмет какой. Что это за обесценивание себя, в первую очередь, и обесценивание мыши во вторую очередь. Маргинал мне не нужен, а на хорошего мужчину идет самая настоящая охота. Да нет, нет. Никакой охоты нет. Это опять же обесценивание вами самой себя. Никакой охоты нет. Наталья – это. Никакой охоты нет. Если вы раскрываете с человеком, полностью. Да, если вы раскрываете с человеком, то о чем говорить-то. Камы, по-моему. Борьба это только для неуверенных людей. Здравствуйте, как быть? Как быть, чтобы что? Дальше, значит, сделать в борьбе я не хочу, потому что придется кого-то подсиживать, хитрить водителя законной жены, если иметь ввиду это. Да почему? Почему? Нельзя никого увезти, если мужчина сам не хочет. То есть, вы не разручите семью, если в семье нет проблем. То есть, здесь у вас явные проблемы с ответственностью, явная незазыковка с ответственностью. Где моя ответственность, где ответственность другого. Делать гадости другим не в моем характере. Дело даже не в том, что я так обращаюсь правильно, просто завтра, рано или поздно наценят расплату. Это карма, что ли? Это миф. Почему делать гадости другим? Вообще непонятно. То есть, если вы, например, начинаете общаться с женатым мужчиной, у Кабырова проблемы в семье. И благодаря вам он понимает, что у него эти самые проблемы в семье уходят из семьи. То есть, это делать гадости другим. За это, вы считаете, наступит расплата. То есть, здесь у вас, я бы сказал, прямо каша. Каша. Каша у вас здесь в голове. Абсолютная каша. Потому что одно к другому вообще не относятся. Совершенно. Абсолютно. Вот. Так что, подумайте обо всем этом, пожалуйста. Вот. И, соответственно, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Да. То есть, не нужно вмешать все в одну кучу. Муж, работа. То есть, работа это одно. Муж это другое. Работа это одна. Сфера одна роль. Муж это другая. Сфера другая роль. Вот. То есть, как бы, не надо смешивать эти два аспекта. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Вот. Объективно, конечно, вам нужно разобрать все эти вопросы, которые я вам задал. Кроме того, что вы разведены, развод это всегда психотравма. Которые тоже нужно помочь пережить. Которые тоже нужно прорабатывать. Вот. Которые могут также влиять на невозможность для вас сейчас откроться на работу. Так что, относитесь к себе все-таки более заботливо, да. Относитесь к себе более ценностно, в первую очередь, к себе. И еще раз подумайте над тем, что я сказал. Желаю вам всего самого доброго и удачи.